Боже, милость, сегодня грешен. Создал имя Господа, и помилуй имя. Мечтеславен согрешил, Господи, прости меня грешен. 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 Сразу разберем, что у нас было утром, какие новинки и прочее. Стоять спокойно, ноги вместе. Я расскажу вам один случай, печальный и страшный, который повторяется в наши дни. При том, с людьми, которые с нами здесь находятся. Был такой царь Ози, который поревновал делать дело Божие. И написано, Бог укрепил его. Вот пришел Путин к власти. Не будем лишних слов говорить, но это развал полный был. И сейчас, смотри, налаживается все. Мы должны оценить обстановку. Ведь весь Запад, все с ненавистью к русскому, все повзрывали. Россия выходит на арену мировую. Она последней свою точку скажет. Поставит. Может быть, это связано с тем, что вмешались Сирии. Что военные заводы восстановились. Стали много отпускать средств на военное дело. Я не политик. Ну, в этом замешано все это. Зарывали тут шахты. А американцы договорились, если давайте мы уменьшим атомные на сколько там? Ну, на 500 единиц. Земной шар можно сжечь. Русские взорвали, а те не одной. Русские уничтожили и в Кубе, и в Алжире, где какие базы были, нету. А эти приблизительно сплотную в Литве все стоят. Даже на перехват ракет, которые они пустят, у русских шансов никаких нету. Ну, пять минут и уже ракета над Москвой. Сейчас супер сидит. Но с скоростью летят. Я говорю, что как это есть сегодня. Магазины стали открывать, заводы некоторые восстанавливаются. Надо молиться за правителей. Президента звать Владимир. Пример-министр Дмитрий. Глава нашего региона, района. Это Александр Богданович. Его поставил президент. И дальше, знаете, в Америке, как его звать? Дональд. Дональд. Может быть, это похоже на Даниила. Я так и не нашел аналога в русском языке этого имени. Даниэль-то это, тут понятно. Даниэль Дефо. Робинзона Крузова писал. И вот Россия к России сейчас прислушивается. И то, что они там из-за Крыма, я немножко обстановку объясню. Крым никогда нищим не был. Он завоеван был в войне русскими. Украина никакого отношения не имеет. Вот это Хрущев. Нина Петровна, у него жена была, ради ее, говорит, отчеркнул. Ну-ка, ну, она одна была. Это столы повернуть так, так. Никто тогда внимания не оборотил. Никто же и в уме не предполагал. За это судили бы. Сказали, Советский Союз развалится. Не будет центрально направляющей партии коммунисты. Сглыли бы в тюрьме за эти слова. А сегодня это уже все в прошлом. Настолько в прошлом, что новое поколение родилось. В школе спрашивают, а кто такая Крупская? Это жена Ленина. А одна девочка только осталась. Говорит, коммерсанша какая-то. Коммерсанша. Вообще ничего не знают. На Западе считают, что войну выиграла-то чуть ли не Италия, Англия. А Россия-то положила сколько и показывает. В Америке 435 тысяч погибло. У русских сегодня, понимаете, 30 миллионов отдали. Сломили главный хребет фашистскому зверю здесь. А теперь тем, ну видите, уже дальше уже некуда. Значит, вся Европа будет под русскими. Открывает второй фронт. Лукавство и хитрость басонская. А Россия ломит и ломит. И сегодня Россия выходит на мировую арену. Нас это не касается, но мы молитву будем помнить. Что Бог сохранил, я молюсь так, от покушения президента и всех. Всех. Не только наших тут. Особенно под опасностью находится Рамзан Кадыров. Это как щит от того, что оттуда может идти. Крайне бесстрашный. Умница. Самый активный. Сколько вот есть в России регионов. Он самый активный. Везде. Сразу разоблачили, которых прислали, убийц оттуда из-за дела. Их выловили. Но родители-то знают. То раз их приставили убить его. Подорвать себя его, чтобы убить. Но они сидят. И он их отпускает в мечеть молиться. А потом приводит. Он стоит. Вы за что меня хотите убить? Скажите, что вам не хватает? Мечети построены. Смотрите, налаживается все. Города отстраиваются. Чечня. Грозный был разрушен. Мы там были три раза в Чечне. Они молчат, стоят. Ну ты же лицемер. Ты же говорил, а сейчас не знаешь. Некоторые из них покаялись. Но христианин настоящий по поступкам-то, по таким вот. Когда врагов-то прощают. Это же западь христианская, а не мусульманская. И мы это все на молитве должны помнить. И вот царь Ози, Ози, его Бог укрепил. Он Бог угоден ему. Но когда укрепил его, у него надмилось сердце его. Запомни, Марина, очень хорошо это. И когда надмилось сердце, его что он сделал? Ну? Кто знает? Да? И он решил быть как священник. А я сам детей дома буду крестить. Его окружили священники и говорят. Это не твое дело, царь. Это нельзя делать. Ты благословенный у Бога. Он разгневался на них. Вы мне учить будете? Как разъявался? Идух, лесо пошло пятнами и покрылось проказой белое, как платок. Они от него отшатулись. Это заразнейшая лепра. Лепра. Болезнь такая, проказа на Востоке. Она неизлечимая. Как вот сейчас некоторые стадии рака. Ну, четвертая степень рака. Я на дело пропал. И они от него отступились. И он понял. Его уговаривали, говорили. А я сам. Даже я знаю, вот это безбожное время, советское время было. И кому-то надо тайно было крестить. Ну, взял дома любой. Не один. Я ни одного случая не знаю, что безбожий коммунист дома крестил ребенка. Любыми путями. Там на самолете где-то попа ночью привезти, но что поп крестил. Все понимают, что самое это липо, это обман. Ну, есть магазины, военное обмундирование. И там продаются погоны. Генеральские, лейтенантские. Ты можешь нацепить. На штаны вот здесь полоску красную сделать. Ну, рвань-то моя, видать ли, здесь все равно я остался тоже с самой Ванькой. В генерала назначают только президент. Остальные здесь где-то. И здесь Бог назначает. Левину, колену дал эту власть. И по тем временам, вот я вчера рассказывал, случай, вы не слышали. Вот. Один живет хорошо. Ну, женился. Мать жены его, теща называется. И у них такие мирные отношения. Вот у меня с моей тещей были. Ни одного слова. Так она ушла. Ни одного слова не было против. И какие были умные. Моя ее мать. Моя мама ни разу за меня не заступилась, когда у нас был конфликт. Наленька одна здесь. У нее ростников. Говорит, нет, ей тяжело. Мама говорит, ну не права явно-то. Сынок, ей так тяжело. Ее мать поступала точно так. Ни разу за нее не заступилась, а за меня. Их никто не учил. Ни одного класса. У той, у другой. Вместе одного дня школы не было. Научились считать. Научились писать. Самостоятельно. Я рассказываю то, что есть. И вот у нее хорошие отношения были с тещей. И вдруг она чувствует, болеет, болеет и помирает. И она говорит ему, сынок. Это родители вторые же считаются. Мамой зовут и. Мне бы исповедоваться, причаститься. Мам, ну сейчас же папа-то не достанешь где. Сынок, надо бы достать. Я отхожу. Я все рассказывал. Дети, чтобы это знали. И он пришел на работу. Такое печально. Товарищ его видел и говорит, а что с тобой, Василь? Да, мать, говорит, моя. Это теща моя, говорит. Папа, ты тупостяк. Я ходил в церковь когда-то. Я все знаю, как делается. Я это сделаю. А как? Ты вина купи. А дальше скажи ей, что ты привез папа. Она же слепая у тебя. Ну да. Ну и дальше будем говорить. А дальше-то и все сделаем как надо. Ну а потом отдельно там друзей выпьем. И все. Бабки-то какая разница или кто. И так и сделали. Он пришел, тот вина купил. А его все интересовало. В чем она каяться будет? Перед тем, как причаститься, на исповедь идут. Ничего нет. Значит, молодая была. Где-то все-таки что-то у нее было. А она одно. Она его то взять, это опять поставила в тупик. Она вот тогда была так с зятем. И я заступилась за дочку свою. Это я неправильно сделала. Батюшка, прости меня. Что Бог меня просил. Она его до соль завела. А он стоит и слушает. Это же не теща, а золото была рядом. Ну и он все это сделал. Так. Открывай рот. Причащаешься. Допустит тебе грехи. Все, как надо, сказал. И вдруг пение раздалось. Тело Христово примите. Источника бессмертного вкусителя. Ангельская пение, как молния сверкнула. Этот причастник упал мертвый сразу. А того ударило. Он в реанимации лежал, а потом все рассказал. А она причастилась, еще не знает. Она слышала пение. Она поняла, что поп приехал с хором. И вот Озия начал кодить. А он садь. Вот Путин сейчас бы надел себе теару. И тоже как патриарх стал кодить. Путин нигде ни разу. Он стоит рядом с патриархом. Вокруг охранники. Он нигде не путает. Он не царь Озия. Он президент настоящий. Избранный законным путем, как Гитлер. Гитлера законно избрали. Не Сталин, не Ленин. Захватывать власть. Старя убьют. Нет. Мы знать должны и молиться. И далее Озия прокаженная. Закон гласил, он должен быть за пределами города. У царя нельзя было им. Так думает. Ему построили дом сразу отдельный. Быстро построили. Не так, как у Леши на три года. И он там теперь один жил. Ну, все-таки теперь за него сын. Яфан тому. Не важно. Не исполнили закон. Прокаженный должен быть за городом, как Иов. Сидеть на гноище. Не сделали. А при чем остальные? Бог отнял пророчество от всего Израиля. Ужас какой. Это мы думаем ничего. Да патриарх сделал там где-то, где-то. Не так все это. Это все фиксируется. И только отдельные будут видеть. И никто их не поймет. Я сегодня опять нашел в интернете. Выступает, как будто открытие делает. Я уже 30 лет об этом говорю везде. А теперь-то священник говорит. Что святые не могут быть нас примером. Многое стилизовано. Многие могут быть примером. Основное выдумано и все. Священник говорит. Отец Константин. Пархоменко. Я сегодня посмотрел еще раз. Он не мне во всем нравится. Пострижена борода там то другое. Но говорит там слова. Мария Египетская. Каждый Андрей Критского. Когда Великий пост начинается. Ее житие полностью считается. Ну 1300 лет. Хоть один подражал ей. Нет, это невозможно подражать. И она ни одного дня по Евангелию не жила. Ее считают. Почему ограничают Марию Магдалину? Она была апостолом для апостолов. Она несла Евангелие всему миру. До императора дошла. Как предание говорит. И вот этот человек живет отдельно. Они наполовину исполнили. А Бог отнял пророчество. Я бы не знал этого. От Ашесаи глава 1 стих. Григо Проха Исаии. И говорится. В год смерти царя Озии. Видел я Господа сидящего на престоле. Высоком и превознесенным. И края рис его наполняли храм. Я слышал как Архангел. Там Серафимова. Свят, свят, свят Господь Саву. Вся земля полна слава. И Валилуя. Вот это откуда у нас идет песнопение. В год смерти царя Озии. В год смерти царя Озии. Вот тебе основа для проповеди. Говори. Хлопает глазами. Я с баптистами. Говорю. Ты можешь сказать проповеди. Златоуз говорит 6 проповедей. Они может были 35 минут. А на самом деле длиннее. Так записали эти. Скорописцы писали. 6 проповедей объясняют вот эти только слова. В год смерти царя Озии. И дальше объясняют почему. И у меня как панорама открылась. Я читал, для этого знал. Но у меня еще не открыто. Мне вообще ничего не открыто. Я умом иду. И слушаю, что говорят святые отцы. И вот так. Те, которые дома пытаются что-то делать. Вместо священника. Им скажите. Вот открой 6 главу. Оттуда по сноскам. Посмотри, кто такой царь Озия. Бог отнял пророчество. И пророк Исаия не мог проповедовать. Никто. Замерла страна. Почему беззаконник? Среди вас беззаконник. А сегодня беззаконники, блудники причащаются. Поп-развратник какой-то. Гомосексуалисты. Андрей Курай все это описывает. Где? Фамилии все называют. Какая там благодать. Ну а там ангелы довершают. Придумали. Сами попы не делают. Крестить правильно не крестят. А ангелы довершают. Да кому-то зачем дармоеды нужны? Пусть ангелы с нами будут. По крайней мере им не надо. Деньги драть не будут. Вонющие свечи ставить не будут. Восковых-то свечей вы ни одной из себя не найдете. Так что так это важно. Сын мой. Тебе не надо рассуждать. Бог уже это рассудил. И люди, когда приходят с нечистым что-то, он говорит, а все равно что задушающий пса собаку взял. Задушил бы твою собаку. И на алтарь положил угодно. Или свиную кровь возливал. Сравнения-то какие страшные. Богу чистое. Проверенное. Везде слово чистое, чистое, чистое. Мы как-то достали воску. Мы большие такие круги с пасеки. И одна к нам ходила, стармелька кажется, и говорит, а моя мама свечи льет. А у нас тогда не было кому еще. И мы отдали. Смотрите, чтобы ничего не было добавлено. Нет, нет, нет. Она приносит, я смотрю, свечи блестят. А в трубочке она заливает, там ниточкой. Я говорю, а что это такое? Ну, чтобы она не затревала, мама смазывала. А чем она смазывала? Парафин. Ну, что ж ты делала? А вот такую пачку принесла, прямо огромную. И все вы свечи эти, куда-то ходить, там в туалет, в сарай. Мы не допустили. Там, может, миллиграмм был. Ну, это скажет буквоедство. Для тебя, да, для меня истина. Я знаю, что означает переступить грань. Поэтому Богу приносишь нераздавленные ядра, чтобы были. Ни хромое, ни поврежденная кость. Кость не сокрушится. Это пророчество было. А возьми, Боже, что мне не гоже. Не так. Богу лучшее отобрать надо. Вот в фильме «Искупление» говорит, там Иосиф как раз. Ну, и братья все, и он ягненка несет, он пастухом. У него порок, они все равно осматривают его. Какой он прекрасный. Барашик, жертву Господа. А братья над ним. Ну, Иосиф, ну, мы знаем, что ты всегда лучшее принесешь. И поэтому самое лучшее, что у нас есть? Так. Вам трудно уже это ослушать? Заканчиваем. Ну, это вам история. Мы начинаем работать. Как только сейчас тепло будет, опять будем босиком. Сегодня погода позволяет, опять та же искупаться. Вот, не надо крутиться. 45 минут поработали, кто будет работать часы. 15 минут полная свобода. Старший, смотрите, чтобы не нарушали правила. Качается там, моторнике и везде, чтобы никто не повредился. Надо еще у нас самоподъемник был поднимать, там устроить кольцо. Есть, там канат, шесты, все, чтобы было. Вот такое сегодня утречное. Я вот 4 часа сегодня за компьютером просидел. Не ладилось, но кое-как все-таки поставил. И вчера поставил ролик, такого у нас не было. 10 часов прошло, ночью я поставил уже. И утром с 4 часов. И в 10 часов уже стоит ролик, 520 человек пришло. 520, так мы 520 дней видели. И про вас уже. Первый наш завтрак, как здесь был, когда мы приехали. Это самые популярные ролики пошли. Притом мы ничего не выдумываем. И укорачивать не умеем. А вот как есть, снимаем, так все это и стоит. И люди научаются. Мы, говорит, собираемся всей семьей. И воскресные дни, друзья, и все слушают, смотрят. А у нас ничего как будто бы нет. А нам радостно. Мы молимся за хозяев, кто это сделал. Кто это вот в такие надписи придумал, сделал так красиво. И мы этим воспользуемся, вошли в чужой труд. Богу слава. Во славу Божию. Спасибо, Христа. Слава, Христа. Приведиктами больше. Ты прокрашен. Какие тебе откровения Бог не дает? Ты дает все это. На храм. Понима? Если от всей страны Бог отнялся, то дыр кто-то был. Даже от порога Исаия, высочайшего, его называют, создавительным евреем генистом. Дома муж крестил ребенка. Не крещеный он. Обманутый. Тем более без погружения. Так, ребята, ешьте хорошо. Потому что работа у нас. Все сегодня на шкурение будем. На одного. Так, длина этих жердей. Сколько ты еще раз сказал? Примерно 20 метров. Да. 12 метров. 12 метров. 12 метров. 12 метров. Это длинная очередь. Я теперь по объему посмотрю. И после обеда ты это будешь делать, я все это выщителю. Постой тебе будет поощрение. Так. Завтра шлангил сегодня не успели. То есть всегда надо будет. Кружки не наливайте. Кружки не наливайте. Сначала каждому дадите ко мне. И надо сдать просто. Святая вода. Везде. Во всем. Вот мы проехали. Говорят, сырую воду пить нельзя. Она бывает заражена какая-то. Представь, мы проехали где... Вы знаете, где Тихий океан? В Японии остаются. И проехали до Атлантического океана. Где Португалия. И пили сырую воду везде. И никто не заболел. Сурую. Иногда была вода такая, как копья. Не очищена. Нам кричат татамыши. Не пейте. Она такая. А у нас еще нет. Не кипятили ничего. И ни один не заболел. Ни собаку не видит. А почему? Каждый день мы просто святая вода. Святая вода. Дана церковью. Нам для исцеления. Вот болезнь у меня глаз болел. Повредил. Вот это только слег. И стал протирать. И задел. Инфекцию занес. Три года болел. И с цветовой водой только протирает. Я вижу вот этот взрослый. Голова где ноги. Пока этого хватает. Садись на воду. До стола. Есть? Опа. Опа. Опа.